Это однозначно. Но, как правило, мы уже находимся где-то, да, и проще вот оттуда идти. Нет, значит, финансовая оценка предполагает... Дело в том, что стратегия делается достаточно подробно, да, до того уровня, когда как раз, ну, финансовая оценка может произведена в порядках сумм достаточно точно, да. Если совсем детально, то ниже. Это не бюджеты еще, да. Если мы там решаем провести какие-то действия, то тезисно порядки сумм с учетом необходимой точности вполне достаточно оценить. Иначе это еще не стратегия, а что-то такое слишком воздушное. А уже конкретные бюджеты по подразделениям, бюджетирование, конечно, это делается потом. Опять же, почему финансовая оценка делается перед планом действий? Иногда мы увидим, что финансов у нас недостаточно, и тогда нет смысла делать план действий. Тогда нужно выходить выше, пересматривать какие-то действия. Но она, нет, она достаточно точная, но это еще не бюджет, если вы это имеете в виду. Она составляется с нужной компанией порядком суммы. Ну, то есть, условно говоря, если мы работаем в десятках тысяч долларов, да, к примеру, там, ну, или оцениваем, то мы видим это 50 или 70 или 140. Но мы вот на этом уровне не видим, что это 138 тысяч 442 доллара, разбитое по конкретным деталям. Здесь мы, конечно, этого не видим. Там уже пошел бюджет, счет, сметы, там уже пошли такие документы, да. И, конечно, предполагается, что это финансовая оценка, но она, как бы, приблизительно в каком смысле? Когда мы дойдем, например, до смет, до услуг подрядчиков, да, то не исключено, что это будет как-то изменяться. И тогда мы будем вынуждены либо пересечь какие-то действия, либо пересмотреть бюджет. Ну, пересмотреть, например, финансовую оценку. Мы предположили, что рекламная компания, мы уложимся в 300 тысяч, да, связались с рекламной агентурой, да, там, нам выкатили какой-то счет, мы посмотрели, увидели. 300 тысяч мы не проходим, да, значит, нужно 400, к примеру. Для такой рекламы, как мы предполагали, значит, мы либо выделяем дополнительные 100 тысяч, либо смотрим, что, может быть, нам нужна не реклама, или не этого продукта, или мы будем использовать другие промоушен-инструменты, чтобы уложиться, то есть мы должны определить, что важнее, бюджет выделенный или действие. То есть мы идем выше и смотрим, можем ли мы, например, увеличить бюджет. Ответ – да. Да, замечательно, решили, потому что мы запланировали рекламу, предполагая, что это достаточно эффективно. Мы видим, мы не можем увеличить бюджет, акционеры не согласны, или все-таки у нас реального нет ресурса. Замечательно, какими еще действиями мы это можем заменить, да, к чему это приведет, к каким действиям. Да, иногда мы заменяем средства воздействия, или приходится менять какие-то даже ассортиментные моменты, если мы понимаем, что тот ассортимент, который мы запланировали, без рекламы, к примеру, на рынок вывести невозможно, то есть иногда это требует пересмотра вот уже ассортимента, да, и каких-то других действий. Я бы так действовал. Такая вот идея. То есть уже вот реальность проявляется здесь, и там иногда приходится, к сожалению, решать, да, то ли ножки по одежке, то ли одежки под ножку, да, все-таки натягивать, то есть принимать какие-то решения. Пожалуйста, еще вопросы. В перерыве было два вопроса, задайте. В перерыве задавались вопросы, я так... Да. Чем? Сейчас поясню. Я, извините, уточню вопрос. Стоп, стоп, стоп. Мы, давайте попробуем прооперировать, ну, взятыми нами как идея терминами. Мы говорили о корпоративных кризисах. Первый этап зарождения, пляжный волейбол, да, этап развития, окей, там кризис управления. Кризис управления решается переходом на регулярный менеджмент, да, и этот этап прямого управления или этап формализации заканчивается кризисом бюрократии, да. Ну, компания вырывается из него, развивая хозрасчет. С чем у них не возникает проблем? То есть какого кризиса у них нет? А, кризиса пляжного волейбола. Да, нет, конечно. Кризис... Да, чаще всего, вы правы, приватизированные, ну, или прихватизированные, как их называть, предприятия, госактивы, как правило, не имеют проблем с пляжным волейболом, как правило, потому что они уже находятся со структурой, они не поднимались с нуля, да, уже стоит здание. Там иногда возникает типа пляжного волейбола при другой ситуации, да, когда компания начинает дробиться на мелкие фирмочки, ну, там, да, там, условно говоря, у нас там одно ООО отдел снабжения, второе ООО там отдел сбыт, а третье ООО первый цех, четвертое ООО второй цех, пятое ООО там автостоянка возле первого цеха, да, вот бывают такие. И тогда вот им друг с другом, потом, тогда типичная начинается проблема третьего этапа, потому что туда попали без, ну, типа, все кинулись зарабатывать деньги, используя свистнутый актив, грубо говоря, да, но у них другая проблема возникает, у них возникает кризис бюрократизации, как правило, да, то есть у них все делается медленно, да, через кучу подписей, через огромное количество бумаг, сотрудникам, очевидно, пофиг это все, да, они там долго обедают, долго ужинают, то есть у них есть другой кризис, типичный кризис бюрократизации, когда здоровенный, костеневший динозавр еще жив, да, так что, вот, если я ответил, то есть у них не возникает первая проблема, но у них четко возникает совершенно вторая, вопрос эффективности фактически. Мы ее не видим, мы иногда злимся, и там как раз часто, вот вы правильно сказали, они получают деньги, не работая, да, государственные бывшие структуры часто обзаводятся внешними атрибутами, говорят, что у нас должен быть отдел маркетинга, да, вот они его создают, вешают на дверь табличку, либо устраивают туда, кстати, на госпредприятиях, по моим, ну, бывших госпредприятиях, по моей практике, отдел маркетинга, это ссылка тех, кого либо жалко увольнять, либо надо хорошо пристроить. Ну, поскольку пользы от него мужи государственные бывшие не видят часто, да, а так, типа, должен вроде быть, тут по всем понятиям, да, то мы его создаем, а поскольку мы не видим, зачем он, да, то там кого надо, либо тех, кого жалко пока увольнять, у них двое детей, они 15 лет работают, да, либо там пристроить, не знаю, дочку Марии Ивановны куда-то, девочка хорошая, недавно вуз закончила, куда же ей идти, да, типа, не на панель же, или вот пусть, типа, у нас тут поработает, чего-нибудь поделает, да, ну, а был бы человек, а работа всегда найдется. Конечно, даже с образованием. Не, ну, иногда с образованием, не важно, главное, что этот отдел не функционирует. И, кстати, изучая структуру, всегда можно отметить, не функционирующий отдел маркетинга, он всегда на структуре присутствует в виде аппендиксов, то есть, ну, где-то там, с левого боку привешен внизу, да, и понятно, что он вот чисто декоративная функция, а, должен быть, окей, сейчас нарисую. Вот, нарисовали, ну, он там, пусть там Константину подчиняется, и он тогда заходит, говорит, ну, еще как тут у вас, девчонки? Ну, окей, ну, ладно. Он не знает, зачем он нужен. Вообще, по практике, да, вот, я сейчас рискую ошибиться, потому что, когда доходит до, ну, конкретной ситуации, я всегда буду сослагателен, да, потому что нужно туда по локоть все-таки запонки сняв, манжетики закатать, и так влезть хорошо в машинку, тогда, наверное, будет ответ точный. Но я бы, наверное, рассуждал бы вместе с вами так. Если, первое, значит, что определяет, кто это делает, да? Значит, вернее так, ну, у нас есть два, как бы, этапа. Разработка и реализация каких-то действий, правильно? Значит, от чего это зависит? От уровня клиента. Ну, то есть, вот, если возникла ситуация с клиентом из разряда, там, да-да, не знаю, там, да, то, естественно, что и стратегию, и реализацию стратегии, и осуществление, да, вот, и контроль, все это осуществляет кто? Сейлс-менеджер, который, там, работает с тем регионом, с тем бородом, да, вот, вот. Если у нас, простите, достаточно жирная тушка в прицеле, да, то уж, простите, пожалуйста, вот тут работает правило только я.